Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами рассмотрим партию, сыгранную двумя белорусскими гроссмейстерами. Владиславом Валюком и Игорем Михальченко. Владислав Валюк это международный гроссмейстер, сын Андрея Валюка. А Игорь Михальченко, ну это вообще суперзвезда, гроссмейстер. Скромный, кстати, человек, хочу отметить. Я считаю, один из лучших шашистов мира на данный момент. Очень много знает. Суперзвезда, что еще можно сказать. Но прежде чем мы с вами рассмотрим эту партию, хочу поблагодарить вас, зрителей, подписчиков, за то, что подписываетесь на канал, за то, что поддерживаете меня лайками. Это, что называется, греет душу. Благодаря вашей поддержке я продолжаю свою работу, не забрасываю как раз вот видение шашечного канала. Большое спасибо, друзья. Ну давайте рассмотрим партию. Владислав Валюк играл белыми, Игорь Михальченко играл черными. Выпал следующий дебют. Жеребьевка АБ4, БЦ5, БА5, СБ4 и ЕД4. И обязательный ход ФЕ5. Белые побили. Ну тут уже черные могут побить либо на фланг, либо в центр. Ну естественно лучше бить в центр, на фланг совсем бить плохо. Ну и у белых есть в принципе тут несколько вариантов. Можно и БА3 сыграть, и СД4 разменяться. Ну Владислав Валюк предпочел разменяться таким образом. Ну черным надо уходить на фланг. Обязательный ход. Вот. И вот здесь я считаю, что Владислав Валюк допустил неточность. То есть он сразу же разменялся. Честно говоря, самому хочется вот так пойти. На одном из стримов я тоже вот получил такую же позицию, точно такую же, и тоже разменялся. Но на самом деле это уже неточность. Компьютер показывает, что можно было подождать либо АБ2, либо ФЕ3. Ну, варианты посмотрим в конце, после партии уже. А сейчас рассмотрим саму партию. Владислав разменялся и позволил как раз Игорю Михальченко уже перехватить инициативу. То есть в этой позиции черные должны играть резко, и они перехватывают инициативу. Аж же 5 последовал ответ от Игоря Михальченко. И обратите внимание, сейчас если уже играть ЖР4, то черные могут разменяться вот в центр таким образом. И видите, вроде бы центр у белых, но вот эта вот шашка на поле А1, ей мешает развиваться в центр свой же собрат на поле С3. Ну и черные, по сути, получают контр-игру, их позиция не хуже. В некоторых вариантах черные даже могут побороться за победу. То есть отличный ход Аж же 5. Видимо, рассмотрев эти варианты, не желая давать черным контр-игру, Владислав Валюк сыграл Аб2. Выжидательный ход. И Игорь Михальченко уже занимает бортовое поле. То есть, ну, большой мастер, гроссмейстер переводится как гроссмейстер. Большой мастер, конечно, начинает уже окружение позиций белых. Белые играют СД4. Игорь Михальченко играет Аб6. Да вот здесь у белых еще была возможность получить, так скажем, контр-игру или равную игру хотя бы. Но белые ошиблись. Белые сыграли БЦ3. А можно было резко пожертвовать шашку вот таким образом и сыграть ЖФ4. То есть на любой ход черных белые сыграют ФЖ3. Ну и получат позицию, в принципе, не хуже. Наверное, лучшее продолжение здесь за черных сыграть БА7. Ну и после вот такого размена сыграть СБ6. И белым надо играть БЦ3. То есть, в принципе, позиция равная. Могла получиться. Но белые пошли БЦ3 и получили худшую позицию. То есть в этой позиции Владислав Валюк сыграл БЦ3. Ну, Игорь Михальченко продолжает окружать. В этой позиции черные играют АЖ7. То есть подтягивают свою отсталую шашку. Белые играют ЖФ4 и черные играют СД6. Белые разменялись. И черные играют ЖФ6. Теперь белые уже подтягивают к центру свою отсталую шашку. Черные играют ДЦ7. Белые ЖР4 и черные БА5. Ну, поставили ловушку. То есть хотят сыграть АБ4 и ДИ5. Здесь есть два хода. ФЕ5 уже окончательно проигрывает. Но Владислав Валюк здесь делает правильный ход. ФЖ5. Этот ход еще не проигрывает. Позиция белых плоха. У них переразвитие. То есть видите, у них две шашки на большой дороге. Черные рано или поздно вот эту шашку разменяют. И получат позицию с переразвитием белых. Будут окружать их. То есть так называемые гамбитные позиции создаются. Черные, естественно, играют СБ6. Ну и здесь белые сыграли ЖА6. Черные разменялись назад. В принципе, все логично. Ну и здесь Владислав Валюк допустил решающую ошибку. Еще была ничья после ЕФ4. А вот после СД4, как сыграл Владислав, тут уже все, как говорится, каюк. Черные играют СБ6. Партии последовало. Так, ЕФ2. Сейчас скажу. Так, в этой позиции белые играют ДЦ3. Черные играют БА5. Белые играют ЕФ2. Ну то есть, в принципе, тут уже пошли единственные ходы за обе стороны. БА7 ФЖ3, АБ6 ЖФ4. Черные меняются назад. То есть, увеличивают еще переразвитие белых. Ну и белые вынуждены проводить комбинацию, которая на самом деле проигрывает. СД4, СБ6. Ну и здесь уже, то есть, так же не пойдешь. Приходится проводить белым комбинацию. Белые играют ДЕ5. Отдают две шашки. Затем еще две. Проходят в дамки. Вроде бы, кажется, нормальная позиция. Но на самом деле, эта позиция выиграна за черных. Кажется, вот эта позиция впервые возникла в партии между двумя гроссмейстерами. Зиновием Цириком и Юрием Арустамовым. Вот как раз Зиновий Цирик выиграл в этой позиции. Черные играют, ставят дамку, но именно на поле Е1. То есть, не дают занять большую дорогу. Белые уходят на Д8. И сейчас черным надо точно пойти. То есть, ничья ведет ход на поле С3. Это уже ничья. Тут не победить. То есть, как раз вот надо играть именно на поле А4. То есть, если черные играют на поле А4, белые вынуждены отойти. Черные занимают большую дорогу. И обратите внимание, у них как бы дамка остается в тылу. Вот как раз за шашкой Д6. Черные проводят шашку Д6. Затем шашку Ф8. Ну, возникает так называемая проводка шашки С1. И черные выигрывают. Поэтому в этой позиции белые сдались. Кто не знает, как проводить шашку С1. Ну, в данном случае Ф8. При наличии белой шашки на поле А6. Ссылочку оставлю в верхнем левом углу. Можете посмотреть. Как раз видео называется проводка шашки С1. То есть, а если бы в этой позиции черные пошли на С3, то белые добивались ничьей. То есть, в этой позиции белые нападают. С поля Е7 на шашку Д6 надо отходить. И затем белые занимают поле Ж5. И вот эта позиция ничейная. То есть, будь шашка, дамка черных не на поле С3, а, скажем, на поле H8, то эта позиция легко выиграна. Но в данном случае дамка стоит перед своей шашкой на поле Е5. И это позволяет белым добиться ничьей. То есть, черные не могут перевести на поле H8 свою дамку, не потеряв большую дорогу. Ну, давайте рассмотрим вариант, где белые могли добиться ничьей. В этой позиции Владислав Валюк сыграл ДЦ5. Но я предлагаю играть все-таки АБ2. У белых есть выжидательный ход, и мы как раз его используем. Теперь, если черные играют, допустим, ЕF6, мы уже можем как раз разменяться назад. То есть, черные перевели важную шашку с поля Е7 все-таки на свой левый фланг. Теперь у них будут проблемы с развитием шашки H8. И вот благодаря этому белые получают даже лучшую позицию. То есть, а если черные не играют ЕF6, допустим, играют так же, вот как сыграл Игорь Михальченко, допустим, HG5, ну, тогда мы уже играем Fe3. Теперь, если черные играют ЖF4, мы спокойно разминиваемся вот таким образом. С отличной позиции центральной. Тут никакого уже окружения нет. Мне даже вот позиция белых симпатичнее. А если черные, допустим, играют ЕF6, мы опять размениваемся назад. Можно таким образом сыграть. Можно в этой позиции даже и ЖF4 сыграть, как говорится, на выбор играющего. Ну, тут еще, возможно, несколько вариантов, тоже интересных, довольно-таки примечательных. Если черные играют АБ6, то мы нападаем. Нападаем. Нападаем, черным надо отходить на фланг, и белые играют ЖF2. Теперь в этой позиции черные играют АЖ7, и белым лучше всего разменяться. И обратите внимание, хочется вроде бы назад побить, с прекрасной позиции у белых, но на самом деле этот ход проигрывает. Надо бить только вперед. И после этого уже черным надо играть аккуратно. Надо меняться вот таким образом, потому что самозажимы ведут к преимуществу белых. Ну, и в этой позиции, конечно, у белых позиция опять-таки поприятнее. Перерассмотрим вариант, если белые били в этой позиции вперед. Все ходы черных ведут к преимуществу белых. Олег, спросите вы, зачем ты тогда советуешь этот вариант? А на самом деле тут один ход за черных, он уже, прошу прощения, в этой позиции. Если белые бьют назад как раз, вперед мы рассмотрели вариант. Вот в этой позиции все ходы черных ведут к преимуществу белых, но один ход все-таки ведет к выигрышу черных. Он довольно-таки корявенький и незаметный. Черные играют ЕФ6. Резкий ход такой. То есть что хотят черные? Черные угрожают сыграть ДЕ5 и пройти в дамки. Закрываться надо. Теперь черные играют ДЦ5. Опять-таки надо закрываться. И черные жертвуют. Две шашки. Играют БА7. Белые бьют. Черные прорываются на преддамочное поле. Ну и затем отыгрывают шашку. Сейчас шашка у белых лишняя. Но черные отыгрывают шашку. Затем поставят дамки и легко выиграют эту позицию. Какие еще варианты были возможны? Ну если ДЦ3, просто размениваемся. За черных вот таким образом. Ну и эта связка, конечно, за белых она мертвая. То есть у белых по сути играют только три шашки. А у черных раз, два, три, четыре, пять шашек. То есть я даже не хочу рассматривать эту позицию. Конечно, тут позиция за белых проигранная. За счет вот как раз вот этой связки. То есть никаких тут же временных жертв, ничего нет. Допустим, на так уже шашка у черных остается лишняя здоровая единица. То есть, по сути, если белые в той позиции менялись назад, у них проигрыш. Надо и бить именно вперед. Ну и в этой позиции тоже, друзья, у белых еще была ничья. Владислав Валюк сыграл СД4. Ну и все, закончилась комбинация проигрывающей за белых. Но на самом деле ничья все-таки была. Надо было сыграть ЕФ4. И возможен следующий вариант. Допустим, СБ6, ДЕ3, БА5, ФЖ5, БА7, ЕФ4 и АБ6. Ну, может ДЦ5 сыграть, допустим. Тут без разницы. На ДЦ5 мы размениваемся назад. Ну и тут лучше всего за черных сыграть АБ4. Белые снова размениваются. Допустим, играют черные ФЕ5. Мы играем СД2. Единственный ход ЕД6, ДЕ3. Снова единственный ход. Ну и лучше всего пойти ДЦ5. Тут белые, в принципе, могут и ЖФ6 сыграть на ничью. Но лучше, наверное, сыграть СБ4. Ну и как бы черные не играли, ничья у белых в кармане. То есть, если играют АБ2, побили, поставили дамку, жертвуем, две шашки, играем ЖФ6. Ну, допустим, АЖ1, ФЖ7. Ну и черные не успевают занять большую дорогу, потому что белые ставят дамку. То есть, так уже не пойдешь. Белые сыграют АЖ5, тут уже и выиграют. То есть, ничья белым гарантирована. Если же в этой позиции черные не жертвуют две шашки, а дают, допустим, шашку таким образом, пытаются выиграть АБ2. Ну, жертвуем шашку обратно. Она у нас лишняя за белых. Играем СД6, грозим подорвать пункт Ф8. Надо играть ЖФ6. Играем ДЦ7. Надо жертвовать. Ну, иначе вообще никакой инициативы. Допустим, поставили дамку на С1. Мы тоже пошли в дамки. Надо играть на Ф4. БА7. Уходим на Б8. Ну и БЦ5. Ну и как играть? Тут уже, как говорится, не выиграть. Если, допустим, так играют черные, ну, просто отдали шашку и поставили дамку. Позиция ничейная. То есть, еще раз в этой позиции играем ЕФ4, СБ6, ДЕ3, БА5, ФЖ5, БА7, ЕФ4. Именно вот сюда ходим. То есть, создаем вот такую колоночку. И теперь, если АБ6, ДЦ5 мы уже рассмотрели. Если черные играют АБ6, мы играем СД4. Ну и как играть? Надо меняться. Назад. Теперь белые играют ЕД2. Именно таким образом. Единственный ход. И после ДЦ5, либо СБ6, белые играют ФЕ5. И ничья у них в кармане. То есть, если черные бьют сюда, то мы уже меняемся просто. Таким образом, идем в дамки. Тут, конечно, черным не победить. Если же в этой позиции черные, допустим, сыграли так ЦБ6, отдаем сюда, допустим, побили назад, побили, то тоже создается ничейная позиция. Ну, допустим, ЕД6, ДЦ3. Допустим, БА5. Ну и, конечно, ход ЕФ4 проигрывает. Это известная позиция. То есть, надо сыграть ДЦ5. И черные здесь выигрывают. То есть, допустим, белые играют так. Мы отходим тогда. Надо жертвовать. И играть АЖ5. Ну, черные повторяют этот же вариант. То есть, нападают. Надо отходить. И черные жертвуют. И тоже играют АБ4. Конечно, тут позиция легко выиграна за черных. Так, естественно, белым не надо идти на этот вариант. Белые просто играют ЕД4. Ну, черным надо меняться. Назад. Теперь мы играем СД2. Ну и на любой ход, в принципе, тут создается ничейная позиция. Тут я не вижу проблем, как говорится. Друзья, Игорь Михайченко, конечно, провел классную партию. Показал высшее мастерство. То есть, я проверял его ходы на компьютере с помощью компьютерной программы, шашечной программы Тоша. Вот просто идеальная игра с точки зрения компьютера. Вот как раз именно вот так гроссмейстеры, я считаю, и должны играть. Однажды я играл на чемпионате России с гроссмейстером Дмитрием Цинманом. То есть, вот он также по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы ждет ваших неточностей в игре. Ну, естественно, если против вас играет гроссмейстер, вы будете допускать неточности. И постепенно вот это вот неточности накладываются друг на друга, и в итоге создается критическая позиция. Если в этой позиции вы сделаете еще один неточный ход, вы ее проиграете. Ну, то есть, классическая партия, друзья. Если вам понравилось данное видео, можете поставить лайк, подписаться на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания.